МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В суде советского района Гомеля начался уголовный процесс в отношении гражданина Грузии, обвиняемого в мошенничестве. Представительного мужчину, которому сегодня как раз исполнилось 49 лет, СМИ называют брачным аферистом. Только в Гомеле от его действий пострадали по меньшей мере 4 женщины. И, судя по всему, это далеко не полный список. Импозантная внешность, добрый взгляд, южный колорит. Этот мужчина легко очаровывал представительниц прекрасного пола. Знакомился популярным способом в социальной сети «Одноклассники». В Гомеле гражданин Грузии оказался транзитом. Времени зря не терял. После недолгой переписки назначал свидание и производил впечатление. Он встречался с ними, общался, входил в доверие, представлялся, что у него там очень хорошее материальное положение, что деньги для него не принципиальны. Но сейчас, в данный конкретный момент, возникли определенные трудности. У одной женщины он завладел 13 тысяч долларов, у другой женщины 10 миллионов, у третьей 400 евро, и у самой первой там 800 долларов. Это незаурядный человек за столько короткое время завладеть такой крупной суммой денег у всего нескольких человек, практически являясь незнакомым. Материальную помощь бизнесмен на мели принимал не только наличными, но и в виде золотых изделий. Украшения закладывал в ломбард, якобы намереваясь в последующем выкупить. Следствие установило, за три недели на сладкие речи клюнули четверо гомельчанок. С их деньгами и золотом грузинский кавалер ушел по-английски. Искать его пришлось оперативно-следственным путем. Помогли в этом и эксперты-криминалисты. На бутылке из-под виски, которую опрометчиво оставил иностранец, они обнаружили отпечатки. Первоначально данные следы не дали возможность установить, с кем они оставлены. Однако в 2015 году, уже в августе этого года, была внесена в базу данных дактилокарта иностранного гражданина. При сравнении отпечатков этого гражданина со следами, изъятыми в 2014 году, произошло совпадение. И мы установили, что этот гражданин оставил следы на изъятой бутылке. Таким образом, мы раскрыли преступление. Сколько всего потерпевших, что это за девушки и где они живут, можно только предполагать. В «Одноклассниках» даже есть группа, создатели которой призывают обращаться с женщин, обманутых конкретно этим человеком. На сегодня в сообществе 8 участников, а также есть запись про 17 потерпевших, жительниц Украины. Сообщается и о том, что крупные суммы переводились в Грузию. Сейчас любвеобильный мужчина на скамье подсудимых. Ему грозит 12 лет лишения свободы. Тем временем в суд Жлобинского района направлено уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы Белорусского металлургического завода. На предприятии она занимала должность экономиста в управлении, которое отвечает за снабжение сырьем и, в частности, поставки металлолома. По данным следствия, еще в мае 2012 года обвиняемая вступила в преступный сговор с другими работниками БМЗ, среди которых был и ее муж, мастер одного из цехов. Второй стороной выступали российские фирмы, поставлявшие на предприятие лом. Была разработана схема, по которой передавались номера железнодорожных вагонов, где содержание мусора превышало допустимые нормы. Сообщники должны были обеспечить приемку некачественного сырья, чтобы в последующем предприятие произвело оплату как за чистый вес. Впрочем, довести умысел до конца участники сговора не успели. Вмешались правоохранительные органы. Уголовное дело в настоящее время направлено в суд Жлобинского района для рассмотрения по существу действия, обвиняемые, квалифицированные как покушение на хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. То есть по статье 210-й, части 4-й. Анализ роста хулиганских проявлений стал главной темой Координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией, которое состоялось в прокуратуре Гомельской области. Рост хулиганств происходит на протяжении нескольких лет. Всплеск начался в 2013 году, когда их количество увеличилось более чем в два раза. Негативная тенденция продолжается и в этом году, с начала которого только к административной ответственности привлечено свыше 12 тысяч человек. В более серьезных случаях возбуждаются уголовные дела. Если исходя даже из цифровых показателей этого года, у нас наблюдается по сравнению даже с 9 месяцем прошлого года рост на 20 с лишним процентов уголовно наказуемых хулиганств. Мы с 2012 года стали очень так плотно заниматься этой проблемой. И категории административно наказуемых хулиганств очень много ушли в уголовные. Стали более тщательно относиться ко всем этим хулиганским проявлениям. Также на совещании рассмотрен ряд вопросов обеспечения безопасности дорожного движения. Актуальность темы растет вместе с количеством автомобилей. Сегодня на территории Гомельщины зарегистрировано более 537 тысяч единиц транспортных средств. Количество дорожно-транспортных происшествий, также количество погибших лиц в этих происшествиях и травмированных по сравнению с прошлым годом у нас уменьшилось. Однако возникает масса вопросов к организации дорожного движения. Также вызывает большую озабоченность количество лиц погибших пешеходов на территории города Гомель. Крупную партию на свае, оборот которого в Беларуси запрещен, изъяли сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями в советском районе Гомеля. В ходе проверочных мероприятий сотрудники АБЭП нагрянули в домовладение по улице Рокоссовского. Запрещенный товар, расфасованный по мешкам и разложенный по коробкам, находился в одной из хозпостроек. В общей сложности 120 килограмм. Сомнений в том, что на свае предназначался для незаконной продажи, не возникло. Не отрицала этого и хозяйка дома. Исходя из расценок черного рынка, партия оценивается примерно в 240 миллионов рублей. Употребление на свае, который пришел в наши края из Центральной Азии, вызывает никотиновую зависимость. А кроме того, может спровоцировать возникновение раковой опухоли ротовой полости. Однако это не останавливает ни тех, кто уже имеет пагубное пристрастие, ни тех, для кого торговля на свае – прибыльный бизнес. Гражданка привлечена к административной ответственности по статье 12.27.6.1. Грозит штраф в размере до 50 базовых величин с конфискации изъятого товара. Данная работа поставлена на контроль. Изымались и более крупные партии данного вещества. Еще один продавец через соцсети лишился своего интернет-бизнеса по торговле вещами. Возможно, по решению суда 20-летняя гамельчанка останется и без товара на сумму более 250 миллионов рублей. В результате контрольной операции налоговой инспекции и управления по борьбе с экономическими преступлениями пресечена торговля брендовыми вещами «Секонд-хенд». Нехитрый бизнес по примитивной схеме «Купи-продай» через различные социальные сети организовала молодая жительница Гомеля. Сами вещи хранила в собственной квартире в 19-м микрорайоне областного центра. Оперативники изъяли порядка 700 килограмм одежды, в основном детской, обувь и различные аксессуары. Как давно девушка занималась незаконной торговлей, еще предстоит выяснить. Товар направлен на хранение до принятия соответствующего решения суда. В отношении нарушителя, это 20-летняя жительница города Гомеля, составлен административный протокол за нарушение статьи 12.7, часть 1, прим Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 100 базовых величин с конфискацией или без конфискации изъятого товара. Почти каждые сутки оперативные сводки милиции пестрят сообщениями о совершении краж из машин. Очередной житель Гомеля убедился в том, что наличие автомобильной сигнализации – не лишняя мера предосторожности и не пустая трата денег. Вот только подтверждение прописной истины оказалось крайне неприятным. Утром 1 ноября гомельчанин обнаружил свой форт Мондео, который был припаркован во дворе одного из домов по улице Международной в Новобелецком районе в неприглядном виде. С разбитым стеклом в одной из дверей и недостачей находившегося внутри имущества. Из салона исчезли магнитола, портативный телевизор, видеорегистратор, а также детское автокресло. Изначально уголовное дело было возбуждено в отношении неизвестного лица. Вскоре милиция установила подозреваемого. Им оказался 26-летний, ранее судимый гомельчанин. Часть похищенного изъята. Заранее не готовился, проходил ночью по данной улице, заметил автомобиль, увидел, что автомобиль сигнализации не оборудован, после чего решил совершить хищение имущества. Полностью раскаивается, желает возместить причиненный ему ущерб. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь за тайное похищение имущества. Санкция данной статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. С похолоданием в области увеличилось количество пожаров, в которых погибают люди. Причины из года в год одни и те же. Неисправные печи, веткая электропроводка, неосторожное обращение с огнем. Работники МЧС идут в народ, объясняют, как отвести беду и не стать жертвой чрезвычайной ситуации. Однако до сознания граждан из определенного контингента достучаться просто невозможно. Совсем недавно в рамках профилактической акции работники МЧС и совместно с представителями других служб проводили обход домовладений в деревнях Речицкого района. Хозяевам разъясняли, как уберечься от пожара, обращали внимание на нарушения, которые приводят к беде. Однако в ночь на 1 ноября произошло возгорание дома как раз в одной из этих деревень, а именно в Казазаевке. По прибытию к месту вызова наблюдалось открытое горение дома. Дом был полностью охвачен огнем. Было обнаружено два пострадавших. Первый был обнаружен на кровати, после чего был вынесен на свежий воздух и передан бригаде скорой медицинской помощи. После этого во второй комнате под окном был найден второй пострадавший. Также был вынесен на чистый воздух и после чего работниками скорой медицинской помощи была констатирована смерть обоих. Накануне хозяйка дома вместе с сожителем и его другом распивали спиртное. Во время застолья возникла ссора, в ходе которой женщину выгнали на улицу. Вернувшись через некоторое время, она увидела, что дом горит. Есть такая категория граждан, до которых, к сожалению, очень сложно достучаться работниками Министерства по чрезвычайным ситуациям. Даже проводя рейды в населенных пунктах, инспектора часто заходят к ним домой, разговаривают с ним, беседуют. Но человек, который находится в состоянии алкогольного опьянения, к сожалению, нас просто не слышит. Поэтому такие люди пополняют печальную статистику МЧС. Рассматриваются две версии пожара. Неосторожное обращение с огнем и поджог. Только за октябрь в области при ликвидации пожаров найдены тела 19 погибших. По заключению судебно-медицинской экспертизы, больше половины из них на момент смерти находились в состоянии алкогольного опьянения. И это все, что мы успели рассказать сегодня. Берегите тех, кто вам дорог. Увидимся ровно через неделю на канале Беларусь-2. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова